Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Среда, 21 марта, и давайте посмотрим, с чем у нас начинается текущий торговый день, и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар, во-первых, отметим то, что 19 марта смогла закрепиться выше максимальное значение, которое мы видели в пятницу на прошлой неделе, но вчера мы увидели снижение с обновлением минимальной значения 19 марта, что пока не дает полной картинки для продолжения движения по данной паре. Общее направление остается восходящим, поэтому на текущий момент можем рассматривать данное движение как боковик. В том случае, если евро-доллар сможет закрепиться выше максимальных значений, которые были зафиксированы 20 и 19 марта, то это будет говорить о начале восстановительно-восходящего движения. В том случае, если все-таки мы удержимся ниже данного уровня, то предпосылки на снижение евро будут более актуальны. Далее, пара британский фунт, американский доллар продолжает свое восходящее движение. Как мы отмечали вчера, произошла коррекция к уровню пробития максимального значения 16 марта. Это была пятница, к этому уровню подходили вчера, и на текущий момент тенденция сохраняется восходящая. Ближайшие цели роста – это уйти выше отметка 1.4084, далее двигаться на 1.4151. Возврат к продажам будет рассматриваться в том случае, если пара британский фунт и американский доллар сможет пробить минимальное значение вчерашней торговой сессии, которая была зафиксирована на уровне 1.3985, и тогда уже предпосылки на начало коррекционного снижения будут более актуальны. Далее, пара американский доллар и канадский доллар на текущий момент завершают свое восходящее движение. Восходящий импульс, который начался 13 марта, завершился, и сейчас мы видим данную пару в периоде коррекции. Сегодня с утра мы закрепились ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 16, 19 и 20 марта, что в рамках часового таймфрейма на текущий момент переводит в фазу коррекции. Предположительно, коррекция может продлиться до уровня 1.2920, ближайшая цель, и далее до 1.2796. Ну а возврат к покупкам, а значит и движение в сторону основного тренда, будет рассматриваться после преодоления максимальных значений вчерашнего дня, которые были зафиксированы на уровне 1.3102. Пара американский доллар и японская иена вчера также смогла закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы 19 марта, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу роста. И данный сценарий будет актуален, пока мы торгуемся выше уровня 105.92, минимальное значение, которое было зафиксировано вчера. Цель роста – это, во-первых, обновление максимальных значений вчерашней торговой сессии и далее движение на 1.1744. Как я уже отметил ранее, возврат к продажам будет рассматриваться в том случае, если пара сможет преодолеть минимальные значения вчерашнего дня. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свое нисходящее движение. Цель снижения ближайшей – это отметка 76.34, а возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы на этой неделе в понедельник и вторник на уровне 77.20. Еврофунт продолжает свое нисходящее движение. Цели по снижению следующие находятся у нас в области 86.89. Ну, конечно, ближайшая цель – это обновление минимальных значений этой торговой недели и далее уже двигаться на 86.89. Возврат к покупкам рассматривается после преодоления максимальных значений вчерашней торговой сессии – это уровень 89.98. По золоту на текущий момент тенденция нисходящее сохраняется. Цели по снижению – это движение в область 1305-1300 долларов за тройскую унцию. А возобновление покупок будет рассматриваться после преодоления максимальных значений, которые мы видели на этой неделе. В ближайшей области – это 1319. Если золото удастся закрепиться выше данного уровня, то предпосылки восходящего движения с целями роста до 1342 уже будут более актуальны. По нефтемарке Brent здесь ничего у нас существенно не меняется. Тенденция восходящая сохраняется. Цели роста ближайшие – это 68.57. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера на отметке 66.12. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая в рамках часового таймфрейма сохраняется. По индексу DAX мы видим некую неопределенность. Также мы видим торговлю в боковике. Здесь можно отметить границы – это 12458, верхняя – 12141. И пока в этом диапазоне индекс DAX у нас колеблется. Сегодня с утра у нас есть попытки торговли выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Но если мы берем канал, то фактически это середина диапазона. Предположительные цели роста – это движение в область 12460. В том случае, если индекс DAX сможет пробить максимальные значения, которые были зафиксированы 12 и 16 марта, то это будет уже более сильный настрой движения вверх на 12700 и, соответственно, на 13000. По биткоину тенденция восходящая сохраняется. Цели роста остаются прежними. Это область 10126, а ближайший разворотный уровень сместился на минимум вчерашнего дня – это отметка 8266. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция в рамках часового таймфрейма восходящая у нас сохраняется. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!